Всем хай, с вами снова я, Одер, и это игра Last Denner Survival. Сегодня у нас прохождение с нуля десятой части. Мы сегодня будем проходить бункер альфа 1 и 2 этажи без огнестрела. Это будет легко. Ну а сейчас я скажу, получается, об изменениях с последнего прохождения. Я за кадром зачистил пару локаций зеленых и пару локаций, получается, красных. И также прокачал навыки. Получается, вот, доступен новый навык. Это горные местности. Нажимаем изучить и смотрим, что мне падает. Мне падает навык на щенка. 2% получается уже кинолога у нас. На 2% легче находить щенка. Теперь у нас лесные навыки и нам с лесного что упадет. В принципе, можно было бы сразу нажать. Внимательность. Вероятность увидеть специальное событие на карте увеличена на 3 единицы. Внимательности у нас уже 3. Прокачано также у нас с последним последним видосе мы улучшили щенец и их скрестили. Сейчас у нас щенок вырос, можно улучшить и посмотреть, кто нам выпадает. Ласка, компаньон и ищейка. Ищейка увеличивает шанс на те редкие предметы на 2%, что, в принципе, неплохо. Все, мы довольны. Так, теперь подойдем к радио. Нам, как раз таки, для бункера альфа надо будет узнать пароль. И у нас есть еще что-то дополнительное и что-то мне кажется, что это рейдеры. Согласиться? Как только вы нападаете на чужую базу, рейдеры выдадут ваши координаты другим выжившим, которые смогут атаковать вас в течение 24 часов. Помните, стены первого уровня не защитят ваши сундуки, самое время их улучшить. Окей. Звучит неплохо, что дальше? Обожди, ребята выехали, договоришься с ними. Эй, отъявленные мерзавцы, кто хочет нападать на чужие базы за часть навара? Первый диалог, начало было такое. И пароль на сегодня 62 680, мы запоминаем, все шикарно. Теперь идем посмотрим на наших рейдеров, что они нам хотят предложить, и они моментально появились, и посмотрим что. 15 толстяков в опасных локациях, потом 15 ловушек с колями, четвертый этаж бункера Альфа, блин, ужасно. Тактический сет брони и 5 гуманитарных грузов. Окей, все, мы в принципе можем отправляться уже, получается, сам в бункер Альфа. Я все необходимое взял, сейчас уже более подробно это все расскажу. Бункер находится, конкретно бункер Альфа тут, он нам и нужен, нажимаем идти, а пока я вам немножко расскажу. Беру с собой я, получается, сет рабочей брони на первые и вторые этажи, как раз таки он и нужен будет. На него нужно потратить 14 плотной ткани, 26 веревок, 5 кусков ткани и 18 кожи. Кстати, насчет изменений, вы, наверное, заметили, что у меня ваза чуть-чуть расширилась и у меня появилось два верстака, в котором можно делать железные пластины, гвозди и получается швейный станок и камни резко. Это мне все было нужно, именно поэтому я все это за кадром создал, так что извиняйте, простите, что так получилось. Ну, по-другому никак, я просто спать хотел и, как бы, надо было что-то делать. Не стоять на месте, ну, надо было развиваться в игре. Вот эти, вот эта вот троица по 6 единиц нам пока не понадобится, это я беру на следующее прохождение, то есть имею в виду на прохождение третьего этажа, так что на эту троицу мы обращать не будем. Ну, вы, если догадались, для чего она, напишите в комментариях, для чего я буду ее использовать. Теперь, надо вам взять, получается, один разрушитель и одну кувалду. У меня полного разрушителя нету, и то один разрушитель берется на все три этажа бункера Альфа. И кувалда также берется на все три этажа, но так как у меня кувалды нету, и, кстати, нужно два оружия холодного взять, у которого урон приблизительно в 30 единиц. Это такие оружки, как... сейчас покажу... Как лопата, шипастый молот, мачете и катана. Но у меня нету этих двух пушек полноценных, так еще у меня кувалды нету. И, получается, в некоторых местах надо было урон с кувалды наносить, но я вместо этого монтировочку почти целую взял, которую я даже не создавал. Я вот эти вот все пушки нашел, получается, где-то на гуманитарных грузах, где-то на опасных локациях, в ящиках. Теперь два топора, это я так беру. Ну, почему так много хила, я вам скажу, это потому что... Я не знаю, сколько конкретно хила нужно будет потратить, именно поэтому я так много и взял. Но вы можете узнать, если посмотрите до конца, или же просто перемотаете. Там можно будет уже посмотреть, сколько я хила потратил. Теперь, ну и сама, естественно, карта бункера, чтобы войти. Так, нажимаем бежать, 28 энергии, у нас рейдеры, и нам надо будет четвертый этаж. Довольно сложные задания рейдеров мне попались, и вот также есть неизвестная коробка, про нее надо не забывать. Нажимаем посмотреть и получить. У вас, скорее всего, будет реклама, но у меня ее нету, потому что я лимит рекламы исчерпал. То есть, когда вы много рекламы смотрите, то она заканчивается. Мы получаем 5 семян. До этого я уже получал изоленту, железную руду, семена. До этого также были бобы в соусе, там по единице, бутылка с водой тоже по единице, и где-то 2 бинта мне падало, но я в крайних случаях на локациях пользовался. Так, нажимаем войти. Вот мы прибежали. У нас тут, естественно, сразу качается навык, по сути дела. Тут нас встречает труп зомбака, у которого есть глок 17. Почти причем целый. Вот мы находимся, получается, у входа, у ворота бункера Альфа. Нам как раз-таки для этого нужен один доступ. Одна карточка Зулу, хотел сказать. Но карточки Зулу, это как его, с громила падает, и она вообще нас не интересует. Одной карточки хватает просто вот только ворот открыть, и дальше нам карточки собирать не нужно. Теперь, тут у нас встречает, получается, сколько? 7 ящиков. В каждом можно найти определенный лут, но я пока здесь вскрывать не буду. И тут у нас интересует терминал. Вводим сюда наш пароль. Пароль каждые 2 дня меняется, как и бункер, в принципе, насколько можно его активировать максимум. Это как раз-таки на 2 суток можно активировать его. Дальше он закрывается и сбрасывается. А пароль на сегодня у нас 62 680, если я не ошибаюсь. И мы просто заходим на первый этаж. Так, я возьму мачете, потому что буду каждого зомбака с одного удара сносить. Теперь, можно их сразу всех убить. Это будут бегуны. Тут у нас находится толстяк. 240 хп. Сейчас давайте посмотрим, сколько с него хп... Ой, опыта упадет. 250 опыта. Так. Там дальше у нас еще 3 бегуна, и один находится у камер. По крайней мере, раньше камеры стояли, но там их сейчас нет. Так называемая комната смотрителя была. А сейчас он там просто в постер смотрит, и все. Все, мы зомбаков убили, теперь остается последний, и можно будет уже залутать какой-нибудь ящик, и сбросить некоторый лут туда. А конкретно это 2 как раз-таки топора, которые я взял, чтобы просто деревья срубить на поверхности бункера. И вот эти вот... Вот эту вот троицу данную. Так. Мы уже получаем талон наборов для выживания. Или же желтый. Ну все, мы в принципе готовы. Берем... Шипастый молот, но вы берите кувалду. Почему кувалду? Потому что кувалда лучше всего тут подходит, у нее 45 единиц урона, а тут 8 простых зомби. Но у меня кувалды не было, я уже повторяюсь, какой раз я в начале видоса этого... это все говорил. Именно поэтому я буду использовать шипастый молот. Так, смотрим, что за лут. Нам упала снег, получается, уже... 2 зеленых талона. Ну, сейчас вы берете кувалду, получается, наносите скрытую атаку и сразу меняете на какое-нибудь холодное оружие. Ну, шипастый молот, лопата, катана или мачетка. Ну, у меня нет катаны. Ой. Кувалда. Именно поэтому я так ломать его и буду сразу. Теперь у нас... Есть тут 2 толстяка. Один токсичный, другой обычный. Так, красный талон с токсичного тластяка. Очень-таки неплохо. Можно, в принципе, сразу лутать, но... Не знаю. Давайте сразу. Тут издеваемые детали. Нет, я, пожалуй, лутать сразу не буду. А просто за кадром уже после того, как зачищу. Так. Тут надо быть поаккуратнее. Берем... Да, в принципе, так и продолжаем мочить. Все. Тут у нас 2 бегуна. Они сразу на нас агрятся. Раньше можно было скрытую дверь открыть и в скрытую подойти и удалить. Так что они по нам, получается, сразу нас не полили. Все зашибись. Теперь... Следующего мы бегуна убьем. Вот, смотрим, нам... У нас, получается, шипастый молот уже почти сломался. И этим, как раз-таки, надо быть поаккуратнее. Потому что тут 2 толстяка. Вы, в принципе, можете сначала сломать. Отбежать потом на безопасное расстояние. И вы успеете поменять оружие. Не начали мы, как уже проходить. Уже кончился один стак морковного врагу. Но это, в принципе, не проблема. Мы не зря 5 стаков взяли. Теперь. Тут у нас также есть 2 толстяка. Но... В данном сту... Кстати, на толстяков всегда первую скрытую атаку делайте с кувалдой. Просто-напросто. Потом отбегайте, атакуйте, доламывайте, получается, от пластяков уже какое-нибудь оружие, у которого приблизительно 30 единиц урона. То есть, лопата, шипастый молот, катана или мачета. Яростных гигантов не трогаем. Ту первую комнату, которую после красного коридора, не трогайте. Проходите, проходите именно конкретно так вот. Яростных гигантов лучше вообще не трогать по камесе. В конце я покажу, как на них экономить. Как их без огнестрела убить. Они вас убьют с одного удара. А сейчас у нас турелька. И на неё надо будет потратить лук. Урон у лука от 8 до 20 урона. Но так как это турель, у него есть броня против лука. Получается, урон жестко урезали. И теперь получается урон, кстати, в зависимости от тетивы. То есть, вы подходите, натягиваете нормально и стараетесь наносить нормальный урон. Серьёзно. Извиняюсь. Просто жутко извиняюсь. Потому что лук, походу, вообще пофиксили. И теперь он вообще урон не наносит. Так что, это мой косяк. Я об этом не знал. Так что, извините. Но, нас это не остановит. Мы идём дальше. Значит, вы в данном случае берёте просто кувалду. Наносите первую скрытую атаку по толстяку. И дальше просто их будете доламывать. И всё. Да, обидно совсем после того, как оружие поменяли. Просто жесть. Теперь, на токсичного зомби идём. Так, убили. Теперь берём шипастый молот. Теперь у меня остаётся монтировка. И всех я уже начинаю мочить с монтировочки. Вот. Хил закончился. Отбегаем. Берём ещё хил. Брони собака не хватит. Да уж. Неудачное начало. Совсем неудачное начало серии. Так что... Эх, совсем ужасно. Ужасно. Лук-то не подходит. Теперь надо реально огнестрел брать. Но, в данном случае, надо будет просто брать эмку. И всё. А, нет. Смотрите, скрытно получается. Вы, получается, подходите, нажимаете Е и сразу садитесь. Тут у нас газики. Будьте тут поаккуратнее. Я постараюсь выживать как могу. Потому что броня уже... На концах у нас. На концах. И мне надо как-то это всё исправить, да? Я не знал. Я давно, получается, так скажем, бункер не проходил. На последних обновлениях я бункер не проходил. Именно поэтому я не знал. Почти хватило. Почти. Но не хватило. Так. У нас тут ТТшка. Его надо убить. Так, уровень подняли. Хорошо, но мы хил тогда не тратим. Теперь, будь у вас кувалда, вы просто тут, получается, подходите к этому нижнему сначала токсичному толстяку. Наносите скрытую атаку с кувалдой. Я на данный момент покажу, как это всё будет выглядеть с разрушителем. Нажимаете скрытую атаку и выбегаете с этажа и перезаходите на этаж. После того, как перезашли, вот, получается, вторую атаку снова наносите скрытую. Ай-яй-яй, сейчас мой косяк был. Получается, вы один раз ударили, могли второго толстяка уже ещё раз скрытую атаку нанести. Теперь наносим скрытую атаку по второму ТТ-шке. Подходим, скрытая атака и перезаходим на этаж. После того, как нанести скрытую атаку по второму толстяку, идите вот так вот вдоль стенок, вдоль стенок, потому что... В другом случае, он просто сагрится. После этого наносим скрытую атаку и ещё. Получаем свой красный эталон. Теперь... Эх, не хватает. Да и разрушителя не хватит. Так, спускаемся с этажа. У нас дела совсем плохи, у нас кончилась броня. О-ка так. Кожа. Надо было броню проапгрейдить. Что я натворил? Ну ничего страшного. Сейчас мы будем что-то пытаться сделать и... Это только хорошенько готовится к бункеру и всё напросто. В принципе, уже мелочь осталась и... Что-то рано я хотел сдаваться, но я сдаваться не буду. Я пойду до конца уже. И зачем я скушал эти вот баночки? Ладно. Теперь... Надо будет всё-таки затестить, получается, лук против яростного гиганта. Надо посмотреть, хотя бы по яростному гиганту будет урон наноситься или нет. Мы это сейчас как раз-таки и проверим. Так, теперь... Берём разрушитель. Садимся на карты и вот так вот проходим. После этого надо быть аккуратным, потому что тут есть вот такой вот чувачок. Это яростный гигант. И как бы он нас просто-напросто не ударил. Садимся. И тот нас не догонит. Просто вот так вот аккуратненько проходим мимо него и всё. Тут уже можно встать, в принципе, и добежать, перезайти. На этот раз мы уже можем спокойно наносить скрытую атаку. Сейчас мы будем наносить только одному яростному гиганту. Это вот этот вот, который самый крайний. Который до этого мы его вообще трогать не будем. Потому что если мы его тронем, мы нормально уже проходить не сможем. Он будет на нас каждый раз агриться, а это нам нафиг не нужно. Теперь вторая скрытая атака. Это предпоследняя. Получается, скрытая атака. Отбегаем, садимся. Давайте проверим лук. Вот он яростный гигант. Зажимаем. И урон, естественно, сразу не проходит. Так что оно будет тут уже явно поаккуратнее. Я не знаю, конечно, когда... В какой конкретно обнове исправили этот лук. Так жёстко понерфили. Даже это не нерф, а пофиксили вроде как, если я не ошибаюсь. Понерфили оружие, это когда его сделали лучше. Пофиксили, это когда его сделали хуже. И вот так вот, получается. Извиняюсь, луки теперь вообще не нужны. Без них уже... С ними уже никак не пройдёшь в бункер. С помощью них уже никак не поканомишь. Так что мы будем продолжать дальше делать своё дело. Очень опасно то, что мы голиком. Потому что нас яростные гиганты реально с одного удара убьют. Это... Это не камильфо. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот такая забавная ситуация получилась. Сложилась. Так что сейчас мы попытаемся выкрутиться. И мы уже выкрутились. Потому что мы сейчас просто уже сбежим через вот эти вот газики. Пойдём спокойно. Ай-яй-яй. Пятнашку нам сняли. Теперь давайте его уже добьём тогда вскрытую с кулака. И наносим вскрытую атаку. Всё. 18 единиц урона мы ему нанесли. И теперь надо сейчас двух бегунов убить. Это в той комнате. Я так и думал, что надо было на основе сначала постримить. Чтоб я бункер уже хоть как-то попроходил. Чтоб об этих всех фишках знал. Но тогда у меня будет другая тема видоса. Я уже в принципе придумал какая. Теперь мы сейчас открываем спокойненько. Берём, ссоргаемся на карты. Проходим между спинами. У яростных гигантов. То есть яга. И бегуном. Второго убиваем. Ждём сейчас первого. Всё, его убили. Забираем и перезаходим на этаж. Теперь берём разрушитель и начинаем жёстко экономить. Но мне что-то подсказывает, что на данный момент нам разрушителя вообще не хватит. Осуществить моё задуманное. Но у меня есть запасной план. Кто досмотрел до этого момента, напишите в комментариях, как его. Первый этаж. Первый этаж мы легко зачистили. И это вообще самое лёгкое. Что может вообще быть. И сейчас после того, как нанесли скрытую атаку по первому, бежим ко второму. Сейчас наносим второму, бежим к третьему. После третьего бежим к четвёртому. И так уже после этого только перезаходим на этаж. И повторяем ту же процедуру ещё три раза. Только во второй раз мы будем поаккуратнее. Потому что они уже, получается, готовы нас в ответ ударить. Тут поаккуратнее у нас. Тут турелька стоит. Она на нас чуть ли не согрелась. Теперь, во втором случае, когда мы будем наносить скрытую атаку, уже по тому верхнему нанесём. Тут надо будет пораньше садиться. И, короче, пожёстче надо быть. А так пока мы можем нормально проходить. Первый заход самый лёгкий. Остальные сложнее. Всё, скрытые атаки нанеслись. Сейчас перезаходим на этаж. И повторяем такую же процедуру. Но я сейчас объясню, насколько быть осторожным надо. К третьему этажу мне придётся пожёстче подготовиться. Потому что сейчас я оказался неправ. Луки не пригодились. Теперь, от этого прохода мы сразу садимся на карты. Потому что, если мы до сюда добежим, тот уже будет сагрен на нас. Как только он на радаре появится, он уже агрится. Всё. Очень опасно зачищать, получается, как я, вот этих яростных гигантов. Так. Вот. От батареи садитесь. Потому что дальше уже радар. Если вы на радар попадаетесь, всё, яростный гигант будет агриться на вас. Так. Сто семьдесят. Опа. Отошли. Всё. Шикарно. Идём дальше. Теперь, у нас там ещё остаётся парочка ударов буквально. Но есть запасной план, который, мне кажется, поможет и должно охватить, по крайней мере. Сейчас надо быть гораздо поаккуратнее быть. Потому что сейчас самое сложное начинается. Тут надо сразу присесть. Потому что, смотрите, сейчас на верхнюю часть радара. Он может просто сагриться. Ну, видите, в принципе, неплохо попадает к нам в радар. Теперь наносим скрытую атаку по этому яростному гиганту. Отходим чуть-чуть и садимся сразу же. Если мы тут сядем, то тот, вот этот яростный гигант уже на нас будет сагрин. Теперь запасной план. Потому что разрушитель у нас сломался. Вот наш Глок 17. Его сразу активируем. Теперь, смотрите, тут есть ещё небольшой такой схрон. Требуется собака с навыком верный друг. Вот как раз-таки верного друга мне надо будет выращивать. Но на Твинке, то есть на Ксионе, я выращивать не буду. Я буду уже выращивать на основе. Ксион я буду прокачивать до выпадения навыка с Чоппером. И до того момента, как соберу сам Чоппер. Мне просто интересно, насколько я... Вообще интересно не навык Чоппера, а насколько я быстро смогу собрать. Но вроде как шанс увеличили в упадении бака. Так что это уже будет несправедливо и неактуально получается. Сейчас просто расстреляем наших обидчиков. Да вообще, какие они нафиг обидчики? Я сам себя обидел. Тем, что не знал. Что? Долбанный лук. Жёстко пофиксили. Раньше он наносил приблизительно максимум вроде 5 единиц урона. То есть можно было один лук потратить на одну турель. А что сейчас? А сейчас уже такое не проканает. Кстати, чтобы наносить скрытую атаку по яростному гиганту, нам нужно оружие, которое имеет неплохую дальность. Всё, мочканули. Получаем красный талон. Теперь, сейчас быстренько понаблюдаем, с какого момента они начинают агриться. Так, всё. То есть до первого края. Даже, так скажем, косяка. Перед косяком ещё можно сесть, но если мы уже у косяка становимся, всё. На нас будет идти яростный гигант. Теперь, если мы пить захотели, то сразу вот тут в комнате, это какая-то как бы кухня, тут есть как раз таки вам необходимые ресурсы, чтобы восстановить жажду и голод. Также талончики, но их чуть попозже я уже сам с золотая соберу. Всё. Теперь, я думаю, лучше всего будет через газы пройти, потому что там вы будете медленно передвигаться, это раз. Во-вторых, вам как-то, думаю, не будет комфортно, когда на вас сразу будут идти. Два яростных гиганта. Так, давайте сейчас посмотрим, сколько опыта падает с яростного гиганта. И у нас тут один есть. 400 опыта падает. Теперь, насчёт вот этого яростного гиганта. Тут можно было бы его с разрушителем неплохо поломать. Для этого вы подходите вот приблизительно вот сюда, впритык к сетке, нажимаете присесть. Здесь скрытую атаку наносите по нашему яростному гиганту. Забыл сказать, что яростную... Ну, почему бы не сказать, что яростная атака, да? Типа крит. Ладно, критический урон можно нанести будет только один раз. Чтобы нанести второй раз критический урон тройной, вам надо будет уже, получается, перезайти на этаж. Так, 100 единиц у него осталось. Это просто жесть. Мне даже Глок-17 не хватило. И что мне делать, как мне быть? Так, вот, дорогие друзья, давайте золотаем вот эти вот семи, получается, шкафчиков на поверхности. И мы тем самым сможем тут добыть некий лут, чтобы получить, как раз таки, добить нашего яростного гиганта. Так, ну, кушать хотим, мы уже это исправили. Теперь тут у нас телефончики, изоленты, резиновые детали. Так. Вот тут где-то должна быть броня храниться. Нам достаточно уже брони. Я, в принципе, уже придумал. Даже есть Глок-17, так что уже всё шикарно. Мы даже выкрутились. Я, в принципе, смог бы... То есть, не смог бы, а смог выкрутиться. Осталось только турельку убить, но турельку мы уже не убьём. Потому что тут, навряд ли, М-ку дадут, я уже не помню просто. Вроде бы, тут изначально М-ки не было. Сейчас даже... Всё лишнее я поскидываю, оно мне нафиг не нужно. Так, что он тут в ящике? Какой-то последний, так же бензинчик. И сейчас давайте даже два топора возьмём и полутаемся немного. Посмотрим, сколько репутации мы... То есть, сколько навыков мы можем качнуть. Я для этого взял два топора обычных. И нажимаем, получается, на авто. Он сейчас походит, пособирает. Запоминаем, сколько у нас навыков качнуто. 47%. Смотрите, смотрите. Доламываем. Опа, всё. Так, вот, дорогие друзья. Мы, получается, 8% качнули и срубив все деревья. 8% несчастных. Да, окей. И кто досмотрел до этого момента, напишите в комментариях, Глок 17. Он не зря нам так жёстко помогает. Глок 17. Я обожаю его. Вообще, неплохой сам по себе. У него неплохой урон. 20 единиц. Это больше, чем у Калашникова. Пусть и разница в 2 единицы урона. Но против того же слепого охотника оружие, в принципе, неплохое. И да, насчёт слепого охотника. И вообще, насчёт бункера. На четвёртый этаж пока мисс не суетесь. Там туда идут, чтобы получить, получается, чтобы получить либо датчики, либо детали турели. Ну, датчики, в принципе, то и есть. Также идут туда, чтобы получить стальные слитки, медные слитки, пластины иногда. Что попадётся, то попадётся. Я сейчас случайно на третий этаж заглянул, но... Мы сейчас отправимся на второй снова. Всё, на нас идёт сразу яростный гигант. Мы его сейчас спокойненько сломаем. Всё, было. Было громко, всё. Мы почти всё зачистили. Осталась только турель. Но турель, ладно. При первом прохождении её можно вообще не трогать. Учитывая, что там вроде бы лут не акте падает. Вот, я тут забыл батарейку взять. Всё, я её не забыл. Так что, уже можно считать, что мы прошли второй этаж. И кто-то смотрел до этого момента, напишите второй этаж. Инженера, я спасать не буду. Это будет тема для отдельного видоса. Теперь, дорогие друзья, давайте подведём итоги. Я вот такие сделал выводы. Для зачистки первого-второго этажа нам понадобится один сет брони рабочей. Её апгрейдить надо будет. Я сейчас объясню, почему. У меня так получилось. Дело в том, что я... У меня не было ковалды. Это раз. Вместо ковалды я взял, получается, на добивание себе, получается, я взял монтировку. У монтировки маленький урон, чисто из-за этого, то, что нам пришлось дольше стоять рядом с зомбаками. А это прямо пропорционально как раз-таки тому, что они много ударов нанесли и нам броню, в принципе, сломали. А так, если бы мы, получается, были с нормальным наборчиком, то есть это один сет рабочей брони, два холодного оружия. Это конкретно мачете, шипастый молот или катана. Одна кувалда, один разрушитель и три стака морковного рогу плюс М16. И нам бы хватило, получается, одного сет рабочей брони, потому что у нас был бы нормальный урон, нормальная скорострельность. Именно поэтому я сюда, в принципе, лопату не включаю, потому что, да, ну, не нравится мне то, что она, как бы, долго бьёт. Но, в принципе, её тоже можно рассматривать, урон неплохой, так что, то, что она чуть-чуть меди не бьёт, это ничего страшного. Три стака морковного рогу мы потратили, даже учитывая на то, что я, получается, сражался с монтировкой, когда, по мне, куча ударов произведена была. Теперь, сейчас, насчёт катаны. Катану лучше всего использовать вскрытую, когда, например, рядом находятся два, как его, ТЗшки, двое ТЗшек. Одного убиваете, другой не агрится, и второго тоже вскрытую атаку. Как раз-таки урон вскрытой атаке будет 105 единиц, а у ТЗшки 100. Именно поэтому мы будем двоих сразу подряд мочить. Если мы возьмём мочета, то 10 КП останется у первого, и тот автоматически сагрится, потому что вы первого не убили. Ну, и, в принципе, на этом всё, шучу. Давайте посмотрим, сколько жетонов собрали. Это 12 зелёных, 12 жёлтых и 6 красных. В принципе, неплохо, но также насчёт М-16. Одну М-16 вы берёте, М-16 хватает вам на 4 вроде как турели. Если я не ошибаюсь, на 4 должно хватать турели. Но, по крайней мере, половину вы потратите на второй и третий этаж. Там по одной турели. Вот второй этаж вы уже видели, третий уже ждите. К третьему этажу я уже подготовлюсь похлеще. Там уже более рационально подойду, потому что, как вы уже могли заметить, да, в принципе, это для меня вообще жёсткой новостью оказалось, то, что лук вообще теперь не наносит урон по яростным гигантам и нашим любимым турелям. И вот теперь уже на такой вот нотке я с вами буду прощаться. Если вам понравилось видео или же, как я выпутался с этой ситуацией, то ставьте лайк. Если вам не понравилось видео, ставьте лайк. Можете и дизлайк тоже поставить, да. Спасибо вам огромное. Без вас бы меня бы не было. Всем удачи, всем пока. Увидимся в новых видео. Бай-бай.